Всем привет! Сегодня 26 июля, Московская область. Я вам хочу показать цветник, который мы сами создавали своими руками, буквально на целине. Здесь никогда ничего не росло, кроме травы. Общая площадь цветника около двух соток. Начинали мы с начала мая и заканчивая середина июля. Видео будет долгим, поэтому ставьте его как фоном, занимайтесь своими делами. Просто показать, вот он цветник, это неинтересно. А я хотела бы вам рассказать о растениях, которые здесь высажены. Итак, начнем мы с этой части, вдоль фасада всего дома. Край цветника весь у меня сделан волной. Единственное, мы еще край не сделали камнем, потому что камень, где мы заказывали на карьере в другом совершенно городе, он до сих пор закрыт. Поэтому нам, в принципе, остается только сделать окантовку цветника. Итак, начнем с края. Здесь я высадила овсяницу голубую, выращивала ее из семян в этом году. Замечательное растение в следующем году буду выращивать еще. Высаживала кустики на расстоянии около 30 сантиметров. И смотрите, они уже замкнулись. Здорово получается, и семян реально вырастить, потому что покупать кустики довольно-таки дорого. А они красиво смотрятся, когда их много. Здесь же по краю высадила этот имьян ползучий. Здесь выступает в качестве почвопокровника. Очень красиво цветет. Высаживала буквально маленькую такую куртинку. И смотрите, как он разросся. Здесь же с краю посадила розочку. Она мне подарена была на 8 марта в горшочке, цвела. И высадила сюда без надежды, что она выживет. И смотрите, она уже повторно, как замечательно цветет. Вся на бутончиках. Ванила фрайс. Цветет красавица. Такое замечательное растение. Я метельчатые кортензии просто обожаю. В этом году делаю эксперимент для себя. Придумала это я сама. Я не знаю, может быть, кто-то тоже так делает. Но сделала черенки. Здесь же их укоренять буду. Заправила лунку. И обложила мхом. Накрыла бутылкой обрезной. Камнем придавила, чтобы бутылку не снесло. И таким образом я не хочу таскаться с горшочками рассадными. И плюс, чтобы не потерять сорт, я возле этого же материнского куста высадила черенки. Посмотрим, что из этого получится. И расскажу вам результат. Здесь же также чабрец ползучий. Скоро он сомкнется и будет здесь одна сплошная подушка. В этом году высадила такую красавицу розу на штамбе. Штамб здесь около метр двадцать получается. Покупала у частных коллекционеров. Они сами занимаются прививкой. И покупала ее цветущую. И здесь свел только Red Berlin. Сорт называется Red Berlin. Темно-темно-красная роза. И как оказалось вследствие, что здесь привито два сорта. И вот такая мелкоцветковая розочка. Желто-оранжевая. На контрасте довольно-таки красиво смотрится. К сожалению, этот сорт я не знаю. Здесь четыре прививки всего. Столько у нее вообще бутончиков красивых. А со штамбами, с розами на штамбе я встречаюсь первый раз. У меня у мамы есть розы довольно-таки много. Около сорока сортов. Но нет ни одного штамба. Я не пожалела, что купила. Замечательно. В зиму я буду ее засыпать полностью этими древесными опилками. Не опилками, а щипой. До сюда горкой. И сверху делать сухое укрытие. Но она, конечно, великолепная. Я у этих людей, кто занимается прививкой розы, покупала. Еще я вам сейчас дальше покажу шелковицу тоже привитую. Замечательная роза. В дальнейшем я еще одну хочу розу на штамбе купить. А здесь я вам хочу показать подсолнечник. Карликовый. Здесь он в длину около сорока сантиметров. И прям показать вам картинку. Солнечный зайчик. Подсолнечник. И видите, здесь на картинке он высажен как в кашпо. Я его тоже посадила в кашпо 10-литровый. И вам хочу сказать сразу, не выращивайте подсолнечник в кашпо. Потому что, смотрите, здесь он у меня какой жирненький. Сколько дает еще маленьких вот этих вот пасынков, на которых находятся тоже подсолнки. А в кашпо он сразу оголял полностью весь свой стебель. Не хватало ему питания, потому что у подсолнечника очень мощная корневая система. И горшка ему мало. Как здесь показано, что их, смотрите, сколько здесь много. Кашпо вообще маленькое. Это неправда. На картинке, конечно, красиво, но в жизни так не будет у вас 100%. Потому что он начинает чахнуть. И той красоты нет. Вот я сказала, что он высота около 40 сантиметров. А сама шляпка, ну, сантиметров 15-20 точно. Так что не высаживайте, сажайте сразу групповыми и в открытый грунт. Здесь также чиприт сползучий. Замечательная вещь, кому надо закрыть голую землю. В такие длинные, высокие горшки. Они просто у меня еще вкопаны в землю. И я высадила гладиолусы по два штуки в горшок. Это от зрителя моего канала. Но стрелку он еще не выгоняет. Просто пока листва. Здесь петуния в горшке я тоже поставила. Хосты. Вот такая красавица хоста. Очень-очень красивая. Это все гибридные. Название хост не скажу вам. Это горная сосна, стелющаяся. Название я вам напишу, потому что растений очень много для меня новых. И я их только высадила. Еще названия у меня не запомнились. Здесь также по краю высажена лаванда. В прошлом году высевала и семян выращивала. Называется голубой простор. Вот такая. Эти все кусты я перенесла. Они у меня в огороде росли. Высадила по краю. Здесь также горная сосна, стелющаяся. Буду, конечно, формировать. В следующем году прищипывает. Тоже довольно-таки хорошие дала в этом году приросты. Также лаванда. Здесь по краю идет лаванда белая. Называется белый иней. Это семена биотехники. Видите, уже метелочки. Цветет она белыми цветками. Запах такой же, только белые соцветия будут. Раскроется. Я вам покажу, как это будет выглядеть. Здесь высажены хосты по кругу. Четыре сорта. Гибрида. Это покупала корневищем от фирмы Поиск. И, между прочим, все четыре гибрида соответствуют картинке. И хосты обрамляют горную сосну на штамбе. Смотрите, какая она красавица. В этом году дала очень хороший прирост. Я, конечно, ее буду формировать, прищипывать. Но красавица. Дальше в качестве почвопокровных я высадила седумы. Это сорт Dragon's Blood. Тоже разрастается потихоньку. Вот там у меня полянка. Здесь петунья в горшке. Это сагвинария канадская. Очень красиво отцвела. Это многолетние растения. Будут фотографии, я поставлю, если успела сфотографировать. Покупала в частной коллекции. Это хоста моя, уже прикопанная была. Здесь соседка дала эхинацея, уже отцвела. Я высадила два пиона, но я их буду отсюда убирать, потому что особо любви к пионам я не питаю. И они ко мне тоже. Буду убирать, не хочу. Подтеночник. Это метельчатая гортензия Limelight. Не цветет, хотя все четыре сорта, которые я сейчас покажу, они куплены у одного производителя примерно одинакового внешнего вида. Но вот две гортензии очень тяжело приживались. Хотя почва была все одинаково. Это растение вообще от него в восторге. Это хаутюния. Приобретала в частной коллекции. Покупала одно растение, но мне подарили еще одно. Вот здесь растет. Это многолетник. Ценится за свою декоративную листву. Смотрите, ну это просто невероятное растение. Какое оно красивое. Я уже сказала, это многолетник. В высоту примерно около 40 сантиметров. Представляете, разрастает все такое листва. Буду разводить, размножать и рассаживать его. Очень довольна. Здесь я высадила семенами, выращивала лабелию кустовую. Как она шикарно смотрится. Это разбитый кувшин. А все здесь у меня грибочки, всякие уточки. Кувшин это шамотная глина. Мне она очень нравится. Это лиственница японская стифвипер. Плакучая форма. Дала прирост. Вот они даже выделяются. Прирост он такой сизо-голубоватый. Ну, примерно здесь около 12 сантиметров. Растение покупала небольшим. Потому что купить большое дерево, лиственницы на штамбе, это очень-очень дорого. Поэтому я решила, что прекрасно она у меня вырастет. Очень нежное растение. Красиво смотрится. На фоне белой стены будет великолепно смотреться. Здесь этот кирпич закроется и будет красиво. Все замульчировано. Все хвойные, все вересковые, все гортензии хвойным опадом. Здесь же у меня перепревшая кора хвойных деревьев. Также кора. В общем, все здесь замульчировано. Седу мы также высажены. Это еще одна гортензия. Называется, сейчас вам скажу, прайсмельба. Цветет красавица. Вот она. Это вот одна, вторая из четырех, которая у меня зацвела. Кортензия это вообще что-то. Камнеломка. Помните, я выращивала ее из семян. Вот так она выглядит. Еле-еле душа в теле, но она не умирает, живет великолепно. Это высадила морозник абхазский. Это вечное зеленое растение. Покупала в частной коллекции. Имеет такие жесткие зеленые листья и мраморные очень красивые цветы. Я уже его тоже показывала вам. Здесь также, видите, начеренковала гортензию. Высажен также. Это вечный зеленый рододендрон гаага. Отлично дал прирост. Покупала я его очень маленьким. Буквально, вот видите, эти листики. Вот таким я его покупала. Вся вот эта макушка, это прирост этого года. Имеет, по-моему, уже он здесь заложил цветочную почку. Насколько я вижу. Все замульчировано, конечно. Камнеломка, которую я высаживала, выращивала семенами. Вот она, она. Еле-еле, но она растет, дорогие друзья. Поэтому в следующем году попробую, конечно, еще ее посеять, вырастить. Это обычная хоста. Здесь листница на штамбе. Это корник. Вверх растущая лестница. Очень красивая. Дала великолепный прирост. Я хвойные вот на днях, наверное, через дня-два буду обрабатывать препаратами. Я вам покажу. Высадила также полулистопадный рододендрон. Это сорт называется Эдебура. Тоже прижился хорошо. Высаживала прям, ну, маленький я покупала тоже в частной коллекции. Ну, вот, сантиметров пять он дал прироста в этом году. Тоже красивенький. И у меня первая, единственная потеря – это листопадный рододендрон. Рододендрон, кастеря... Как он, кастеря... Нет, сейчас подождите, вы говорите, кастерианум. Вот, видите, это все, что осталось от рододендрона. Почему погиб? Потому что у нас соседи, знаете, считают так, что если они заводят хозяйство себе, то можно его выращивать как попало. А точнее, у них есть куры и есть курятник. Но они их выпускают, и они ходят по всем соседским дворам и копают грядки, цветники и так далее. Так вот, несколько раз они зашли в мой цветник, и здесь такой понаделали. Ну, кто знает, что такое куры в огороде, тот представляет, что здесь творилось. И вот листопадный он был тоже маленький. Вот буквально, видите, они его разгребли. Я его попыталась спасти, но без толку. Это вот единственная потеря у меня в этом году растения. Очень жалко, конечно, знаете, жалко до слез, потому что все, что здесь было посажено, они просто разгребли в дребезг. Об этом не будем. Дальше. Это тоже мне соседка дала. Цветочки я высадила. Ну, так, знаете, это вот эти цветы, они так у меня, можно сказать, временные. Просто как такое пятно. Вот как раз я вам хотела показать подсолнечник. Здесь я их высадила 4 штуки, прям в кашпо. Они у меня росли. Ну, я же говорю вам, бестолково получается. Здесь вот все черное, и это некрасиво смотрится. А вот 4 штуки в одной посадке. Ну, смотрите, как прекрасно все это выглядит. Красиво. Дальше. Здесь высажен таким треугольником раз, на краю цветника два, три. Это скальные можжевельники. Blue Arrow. У меня здесь идея, что вырастет этот можжевельник, этот и этот, и он мне закроет вот эту всю дырку между забором и вот этим, ну, и углом этого дома. То есть здесь такой у нас неприглядный участок, и все это закроется. Дальше. Мискантус, как разросся, было маленькое-маленькое растение, просто даже еле он выбивался из земли в горшке. И вот такой теперь у меня красавец. И на угол здесь подсолнечник посадила. Стеллющийся можжевельник. Дал прям очень-очень маленький прирост, и буквально, я не знаю, сантиметров, наверное, три. Вот. Это прирост этого года. Очень долго сидит, я так понимаю, он наращивает корневую систему. Такой жесткий, жесткий у него хвоинки, колючий. И такая плотная крона у него. Тоже все разрастется, будет, конечно же, красиво. Это растение, к сожалению, название я не знаю, купила, сразу не записала. Поэтому это стеллющийся, он идет как почвопокровник. И как он хорошо дал прирост, и покупала вот буквально вот так. Ну, сантиметров 15, наверное, он прирост дал. Это похоже, знаете, на что по листикам вообще похож на кизильник. Вот. Может быть, это кизильник стеллющийся, вот кто знает, подскажите. Он свести должен розовыми цветочками. Так. Это многолетник, забыла, как называется, напишу, если не забуду. Цветет белыми цветочками. Это растение у меня было. Здесь тоже блючип высадила. Это стеллющийся можжевельник. Сидит долго, не знаю, мне кажется, даже прироста мне не дал. Как-то думает и выглядит, ну, не знаю, я думала, он такой будет более красивый. Ну, сидит. Это медленно растущие можжевельники. Здесь барбарис. Так, сорт, сейчас я вам скажу, как называется. Барбарис Тумберга Дартс Ред Леди. Покупала пауцинки буквально за 120 рублей, ну, не знаю, небольшим под таким корешком. Смотрите, как он разросся. Это сыну понравилось, он выбрал. Пауцинки можно купить, в принципе, неплохие сорта. Просто их нужно выходить, и довольно-таки красивые получаются. Здесь на углу это высажен жасмин или чубушник, как его правильно называть. Цвел в этом году. Эхинацея. Соседка тоже дала высадила. Смотрите, это такая красивая. Здесь ромашка. Отцвела, я ее обрезала. И где-то здесь вот. Это можжевельник, стелющийся, минджулип. Тоже шикарный. Мне он очень нравится. У него такая желто-зеленая хвоинка. Замечательно. Здесь не смотрите. Это я высадила декоративную тыкву. Посадить было ее некуда абсолютно. Потому что декоративную нужно сажать на очень большом расстоянии от столовых сортов. Потому что она перепыляется. Если перепылиться со съедобными сортами, все. Будет тыква горькая. Поэтому пришлось сюда высадить цветник. Веду, стараюсь ввести в один стебель. Сейчас я вам покажу сорт. Это сорт. Красная шапочка. Такая она красивая. Вообще декоративная тыква. Она очень плодовита. Вот они, тыковки уже какие хорошенькие. И достаточно ввести ее в один стебель. Не оставляйте боковые пасынки. Потому что довольно-таки на одном стебле вы можете получить 5-6, а то и 10 плодов. Куда их достаточно? Вот в пакетике было 3 семени. Вот все 3 они взошли. Я их сюда высадила. Все. Этого будет вам достаточно и себе. И еще подарить своим знакомым. Смотрите, какая она уже красивая. Напоминает как грибочек или как тюрбан. Красно-оранжевая шапочка и белое вот это основание. Очень красивая. Разрастается, конечно, хорошо. Нужно убирать, обрывать кончики плите и убирать пасынки. И тогда будет все хорошо. Здесь возле каждого вот такого металлического столба у меня посажен можжевельник. Blue Arrow. Вот он. Чтобы создать такую, знаете, стену скальных можжевельников. Мне они очень нравятся. Я их очень люблю. И именно сорт Blue Arrow. Это Спирея. Сейчас я вам скажу, сорт какой. Так. Это Спирея. Нет, я сейчас что-то не могу прочитать никак. Вот такой сорт. В общем, она цветла у меня в этом году. Довольно-таки большой куст покупала. И белыми цветочками. Это, я понимаю, что Спирея серая. Так. Дальше идем. Это древовидная гортензия. Сорт Annabelle Strong. Strong Annabelle. Именно Strong Annabelle мне нравится больше, чем просто Annabelle. Потому что у нас какие были дожди, какие были ураганы ветра. И она очень хорошо держит стебель. Она не ломается, она не ложится. Вот как стоит, как солдатик. Покупала довольно-таки, ну, не маленьким кустом. И так она цветет красиво. Уже можно сказать, что и отцветает. Видите, пошли коричневые пятнышки. Смотрите. Какая она крупная. Красивая вообще. Балдеть просто. Так. Это у меня Little Jam. Это карликовый сорт хвойного растения. Они похожи чем-то с недеформисом. Только Little Jam намного меньше. И могу сказать, что и по цене подешевле. Покупала. Видите, небольшим растением ничего вырастет. Здесь такой волной я высадила бадан. И эту часть цветника обрамляет хосты. Ну, это хосты такие, обычные. Вот так. Седум. Небольшой. Растет как шапкой. Но мне нравится именно этот сорт седума, когда он не цветет. Он такой, знаете, вот такая листва у него капустная. Жирненькая. А когда вот все-таки он цветет, уже вид не тот. Без цветочков очень красиво смотрится. Баданы хосты обрамляют ель серскую. Это Мериан сорт на штамбе. Штамб невысокий. И смотрите, какая красавица. Голубая-голубая. Прирост дала она у меня сантиметра 4-5. Это точно. И смотрите, какая она набита. Какая она плюшевая. Да, она такая колеченькая. Но она, знаете, как такая резиновая, что ли, вот на ощупь. Ну, до того приятное растение. Не дешевое, конечно, но она того стоит. Какая красавица. Среди вот этой всей зелени выделяется. Все, когда заходят, сразу смотрят на именно на вот эту ель сербскую. Замечательное растение. Так, дальше. Здесь у меня в гортензе поларбир. Полярный медведь. Вот это одна из четырех, которая еще не цветет. Вот две зацвели, а две вот еле-еле я их отходила. Не знаю, с чем это связано. Дальше. Эту часть уже волны цветника обрамляет тоже лаванда. Выращивала в прошлом году, по-моему. Да, это прошлый год. Из семян. Это немецкая линия. Называется сорт Майнстендстрейнт. Вообще великолепная лаванда. Она, знаете, густо-густо набитая листвой. И вот эти сами соцветия, они на ней находятся на небольшом стебле. То есть это все, как, знаете, прижато. Очень красиво смотрится. То есть, если посмотреть на лаванду голубой простор. Видите, она такая рыхлая, соцветия длинные. Такая она вся разлапистая. А эти очень-очень хорошо держат свою форму. Такие набитые, прям красавицы. Кто найдет эти семена, посеете, не пожалеете. Темно-темно фиолетово-лавандовые соцветия. Ну, красотка вообще. Мне очень нравится она. Так, я вам покажу общий вид. Это вдоль фасада дома. Вот так выглядит. И дальше уже я вам начала показывать цветник вдоль забора. Так, продолжим. Здесь я высадила гортензия фантом. Это метельчатая гортензия. Набирает цвет. Довольно-таки взрослый куст сделала сразу. Фантом хотела сразу, чтобы был большой. Вот, смотрите, начеренковала тоже. Буду рассаживать, потому что фантом я люблю гортензию. Хоста. Это обычная сосногорная стелющаяся. Здесь я вам уже показала спирея. И здесь высажены два куста сирени. Между ними можжевельник скальный, blue и row. Это сорт Sweetheart. Вот так она выглядит. Цвела в этом году, но цветение в этом году как никогда позднее. Она только в июне начала цвести. Как и, собственно говоря, сорт Buffon. Такой кустик присаживала уже сюда взрослыми растениями. Потому что в этом году это посадка 2018 года. Я покупала эти сирени все на штамбе. Это кизильник блестящий. Тоже он мне нравится. И нравится именно, когда ее формируют в шарик. То есть подстригают. Здесь я высадила княжек. У меня три сорта вообще княжека. Белый лебедь, розовый сорт и фиолетовый. Вот так он еле-еле у меня отходит. Очень долго болел. Не знаю, прям выкарабкивается. По-другому не скажешь. Накрою его в зиму. Может быть он не выживет. Вообще мне княжеке больше нравится, чем клематисы. Дальше это высажена шелковица. Шелковица на штамбе. Вот уже последние-последние плоды. Сфокусировалась. Штамб у нее метр двадцать. Вот она сама прививка. Это шелковица черная. Есть белая. Довольно-таки красивое, конечно, дерево. Все, она вниз спадающая. Высоту не растет. То есть вот на уровне прививки это растение будет в высоту. Она может подняться еще за счет кроны. То есть вот так. Все, метр пятьдесят это максимум. Смотрится и декоративно, и ягод. Ягод очень много сняли. Но птицы плюют страшное дело. Вот еще одна шелковица тоже. Сейчас на коллекции покупала. Люди занимаются прививками. Вот как раз я розу купила. И два дерева шелковицы. Пришлось поискать, честно вам скажу, шелковицу на штамбе. Продают ее, но уже большими деревьями и очень дорого стоят. Поэтому нашла далеко в Московскую область. Пришлось мне ехать, чтобы забрать эти саженцы. И в придачу еще и розу купила. Но этими деревьями шелковицы я очень довольна. Это стелющийся можжевельник. Очень-очень медленно растущий. Сорт я запишу сейчас так, не вспомню. Он такой, знаете, зелено-сизо-голубоватый. И концы у него желтые. Очень декоративно смотрится. Медленно-медленно растущий. Так. Сейчас вам эту часть сниму. Общим планом. То, что показала. Вот так. Дальше поехали. Здесь туя западная Даника. Это медленно растущие шарики. Высадила тоже с краю. Высадила сюда лилейник. Лилейники, честно вам скажу, не люблю. Но высадила, потому что мне их отдали. Это временно. В следующем году этого не будет. Не люблю лилейники. Я лучше сюда лилию посажу. Они мне нравятся. Это пятилистник кустарниковый. Такое тоже небольшое растение. Цветет желтыми цветочками. Мелкая у него листва. Очень нежно смотрится. Когда дотрагиваешься. Нежный-нежный. Мелкоцветковый. Очень красивое растение. Также вдоль всего забора высажена можжевельник скальный блю и роу до самого конца. А здесь я вам покажу общую группу, чтобы рассказать. Смотрится здесь вот так. Лаванду. Это лаванда английская. Ей уже 2, нет, 3 года выращивала из семян. Пересаживала уже сюда в цветник взрослыми растениями. И довольно-таки, смотрите, она хорошо прижилась. Прям цветущую, такими большими кустами я ее пересаживала с огорода. Отлично все. Так что лаванду, кому нужно пересадить большие цветущие кусты, она очень хорошо принимается. Вот вокруг своего такого небольшого розария я высадила лаванду. Здесь 2 растения вереска. Такого тоже розово-фиолетового цвета. 2 штучки по краю клумбы. А здесь я создала так называемый розарий. Я подняла эту клумбу. Обрамила на сантиметров 10 она здесь поднята. Обрамила камнями, чтобы приподнять, чтобы почва не размывала. И высадила сюда розы. Здесь 3 куста роз. Это аспирин. Аспирин дает вот такое розовое вкрапление. Я не знаю, с чем это связано. Говорят, это от неблагоприятных условий атмосферных, климатических. Он иногда дает или такой персиковый цвет вкраплении, или розовый. Вот вообще есть прям беленький вот. В общем, здесь 1 куст аспирина и 2 куста. Это сорт Лариса. Я обожаю сорт Лариса. Мне он очень и очень нравится. Это мелкоцветковый сорт. Ну, красота. Посмотрите, много листочковый такой дает в середине такой нежно-нежно розовый цвет. И он постепенно уходит в белый. Красота просто неимоверная. Смотрите. Ну, красиво. Очень хорошо переносит заморские. Зимует хорошо. Я углубила розы. Мало того, что я приподняла эту клумбу на 10 сантиметров от земли оторвала. И я розы углубила примерно на 15 сантиметров. Я рассчитываю на то, что первую эту зиму я буду их укрывать. Последующие года я укрытие делать не буду для роз. Вот. Роза Лариса. Смотрите, какая красивая. Давно искала этот сорт. Не в каждом питомнике ее можно купить. Далеко не в каждом. Мне пришлось ехать в Московскую область примерно за 150 километров, чтобы купить эти два куста. Ну, я очень хотела этот сорт. Эти тоже розы цвела, но я срезала бутон. Они уже все подвяли от дождей. Но она дает, вот видите, вся на бутончиках, на маленьких. Растения очень хорошего качества были. Я не зря съездила в тот питомник. И у меня расчет какой, что эти все кусты разрастутся, заполнят мне всю вот эту вот открытую площадь и будет смотреться как одним большим таким кустом. Вот так. Я хочу, чтобы было так. Такой небольшой у меня розарий. Розы вот такого плана я больше покупать не буду. Это вот все, что мне, мне рост достаточно будет. Вот этого маленького островка. Я еще куплю одну на штамбе со временем. Здесь Атуя Даника высажена. Такая красавица тоже. Высадила на штамбе Иву. Хакура Нишики. Тоже красавица-красавица. Искала долго. Почему? Потому что или взрослое дерево продают очень дорого, или мне не нравилась прививка. Вот я хочу ваше внимание обратить. Вот она прививка. И посмотрите, какого качества эта прививка. Как хорошо она сделана. Вот так поближе. Чтобы видно было. А сейчас в большинстве случаев продают, знаете, как прививка просто отрезана вот так. То есть создали такой пенек. И сбоку этого пенька они, значит, прививают вот эту самую Иву. То есть пенек получается сам открытый. Вот здесь площадка. И вот такой торчит получается сама вот шапка. Мне не нравится, когда открытый пенек. Там будет скапливаться влага, и прививка будет плохо зимовать. Я именно хотела вот такую хорошую, качественную прививку. А в большинстве случаев почему-то именно вот такие прививки продают. Мне такое не понравилось, поэтому очень долго искала. Нашла. Довольно-таки хорошая была цена на это дерево. Купила. Вообще мне его на штамбе очень нравится. Так она у меня здесь будет расти. И ее буду формировать в шарик. Хочу плотную, красивую, аккуратную крону. Здесь высажена у меня вегела. Бернблэк. Минорблэк. Просто среди зелени хотела именно темно-красная, чтобы была листва. Выделялась. Здесь я высадила лапчатку кустарникову. Коудстарт. Крупный, желтый цветок. Листва такая крупненькая. Мне она очень нравится. Кустарник такого среднего размера, примерно до 80 сантиметров. Соцветий здесь очень много. Она прям... Я уже видела взрослое растение. И она прям вся горит желтыми цветами. Красиво смотрится. Сейчас отойду в общий план. Здесь покажу. Эта часть цветника выглядит вот так. Лаванду я замульчировала щепой. щепой древесных деревьев. Дальше опять лилейник, который уйдет отсюда. Я еще не показала, где у меня растут розы. Высадила также это злаковые. Как он красиво смотрится вообще на ветру. Когда здесь все разрастется, это просто нужно представить у себя в голове. Вот эти вот колыхающие веточки злаковых мне очень нравятся. Я еще их буду подсаживать, конечно. Так, теперь подходим к другой части цветника. Здесь по краю также высажен бадан, хоста, бадан, хоста в такой тоже в виде волны по краю. Так, еще такой момент. Вот та вся часть цветника, вот досюда, она просто замульчирована на голой земле. Я замульчировала просто конской подстилкой. Там прямо на голую землю сыпала конскую подстилку. Здесь у меня один пролет. Я ложила... Сейчас покажу. Это картон. И на картон уже засыпала конскую подстилку. Здесь у меня везде картон. Картон с подстилкой. Все, стоп. А здесь я с этой части застелила укровным материалом, чтобы не росла трава. Я вообще не хотела укровного материала. Но так как мы здесь все вручную лопатами перекапывали, выбирали вот этот пырей, по два, по три раза перекапывали, чтобы выбрать все корни. И здесь вот именно вот этот участок до конца было нереально выбрать корни. Вот сколько бы мы бы не перекапывали, корней все больше и больше. И мы приняли решение с братом и с мужем, что будем закрывать укровным, чтобы поменьше росла трава. Вот там все перекапывалось. Вручную каждый корешок выбирался. Это там была еще более или менее очень трудоемкая работа. Но здесь это было сделать нереально. Поэтому накрыли материалом, засыпали конской подстилкой. Сейчас здесь, конечно, не очень красиво смотрится. Он виден, но когда мы уже сделаем обрамление в виде камня, все это закроется красиво, подцепятся мульчи, земли, и все будет очень красиво. А вообще на вот этот весь цветник полностью, вот так, у меня ушел камаз конской подстилки. Здесь ровно камаз. Так, ну ладно, давайте дальше продолжим. Это я уже зачеренковала древовидную гортензию стронг аннабель. Тоже буду высаживать. Сейчас еще укрепится здесь в горшочке. В горшочке я высаживала. Все нормально с ним. Здесь камень, злак. Здесь растение, к сожалению, я название его не знаю. Это такой довольно-таки большой куст с белыми, такими красивыми соцветиями. Это мне подарили соседи. Два куста. Вот раз, два. Я сюда высадила очень такой богатый, красивый куст. Кто вот по листве узнал, скажите, как оно называется. Я его видела у них, но они сейчас делают пристройку, и им пришлось этот куст выкопать. И мы разделили корневища, и они мне вот дали два растения. Два корня, можно так сказать. Так, также высажены скальные можжевельники до конца. Здесь, смотрите, у меня как получается. Это раз, два, три. Это можжевельники стелющиеся. Так, название я сейчас не скажу. Не запомнила. Это такая голубоватая сизая хвоя. Очень мягкая. Мне нравится. Здесь у меня в кашпу посаженная лабелия. Ее здесь не будет. Это здесь временно все стоит. И здесь посередине будет расти хвойное растение на штамбе. Вверх растущее, любое. Буду покупать в следующем году. Высаживать сюда. Можжевельники стелющиеся, разрастутся. Красиво будет. Там скальный можжевельник. И здесь будет хвойный на штамбе. Будет довольно-таки красиво. Так, там я сказала, это вот растение от соседей. Можжевельник. Здесь я высадила ближе к забору. Это глициния блюму. Смотрите, как она уже разрослась. Дает вот такие уже плети. Она довольно-таки уже была бы больше. Просто я ее высадила совсем недавно. Мне пришлось из покупного пакета пересаживать в больший объем. Большой прям 10-литровый горшок я ее высаживала, чтобы она не погибла. Потому что корням некуда было уже расти. Вот такое прекрасное растение. Посмотрим, как перезимует. Но цветет она, конечно, великолепно. Здесь же цветник заканчивает бадан. Это спирея розовая тоже уже, видите, здесь отцветает. Тоже бадан. Бадан. Это лаванда. Это самосев у меня. Я сюда высадила. Тоже моя лаванда и самосева. И, как уже сказала, здесь у меня волной идет хоста-бадан, хоста-бадан. В этом, прям посередине, отдала ей большой участок земли. Это я посадила. Пихта корейская силберлок. Очень мне нравится это растение. Это хвойное. У нее великолепно красивые шишки. Малиновые такие. Вот. Я думаю, что на следующий год шишки должны появиться. У нее сейчас это растение небольшое. Толком еще нет проводника. Но она сама выделяет проводник. И ее можно также будет вот так поднять, подвязать на опору. И она будет вверх стремиться. Довольно-таки в будущем, через лет 10-15, это довольно-таки крупное растение. Но я ее буду формировать. Смотрите, как она великолепно же смотрится. Зеленые хвоиночки. И внутренняя сторона у нее такая сизо-бело-голубая. Я не знаю. В общем, красотка. Тоже не дешевое растение, но я очень хотела его. Также лаванда. Конечно, сейчас, если вот так в общем плане, особенно этот участок посмотреть, он немножко смотрится пустовато. Но здесь высажены все растения, действительно, которые в дальнейшем будут иметь объем, большой объем. Они, конечно, будут формироваться. Но буду, знаете как, засаживать такими кустарниковыми, заполнять какую-то, да, сейчас свободную площадь, чтобы со временем можно было эти кустарники выкопать, лиственные растения многолетние и пересадить в другое место. Что-то просто, знаете, тыкать-тыкать, чтобы заполнить пространство не хочу. Особенно если высаживать сюда разные виды хвойных растений, которые я очень люблю, но потом они же растут, и потом как это все пересаживать, это будет трудоемко. Но ничего, мы будем заполнять какими-то многолетними растениями, луковичными растениями, и все будет в порядке. Вы знаете, даже уже на следующий год этот цветник абсолютно будет выглядеть совершенно по-другому. Вот. Полив, полив, конечно же, у меня осуществляется. Если у меня такая штучка, смотрите, сюда цепляется шланг, здесь микроотверстие, ставишь, и она вот так поливается. Все, и все прекрасно. Работа здесь была проведена колоссальная, потому что мы все люди работающие, и делали это по выходным дням, по чуть-чуть, вечером после работы. Все это вручную лопатами вскапывали. Представьте, здесь была вот просто вот такая земля, трава, пырей особенно, которой выбрать корни практически невозможно. Но насчет мульчи, вот я хотела вам сказать, что я уже сказала, что это конская подстилка. Здесь довольно-таки, видите, большой слой. Сейчас я докопаю. Ну вот, 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 сантиметра, наверное, 4-5 здесь слой мульчи. Очень хорошо она держивает рост травы, но, знаете, это не означает, что у вас трава не будет расти вообще. Конечно, она будет расти, но мульча тоже, я вам хочу сказать, делает свое дело. Вот здесь мульча положена просто на голую землю. Вот эта часть, весь фасад, голая земля и просто мульча. Трава, конечно, она прорастает. Вот, но это, знаете, единичные случаи. Вот, она довольно-таки хорошо убирается. Я каждый день, знаете, так, после работы зайду в цветничок, повырываю немножко травки и все замечательно. Я так не даю здесь расти прям, чтобы лесом стояла трава. Но мульча сдерживает. Если бы не было мульчи, это все. Здесь бы просто трава опять поднялась бы и все. Вот так выглядит цветник. Я вообще очень довольна, что создала его в этом году. Теперь мои растения в одном месте растут. Не по всему участку, где там я подкопаю, там подсажу, там что-то сделаю. А теперь я собрала все в одном месте. Это, во-первых, и облегчает уход мне. И мои глаза радуются, глядя на эту красоту. Вот и все, что хотела вам показать сегодня. Обязательно пишите комментарии. Мне очень нравится, что от вас идет обратная связь. Я стараюсь отвечать на каждый комментарий. Подписывайтесь на мой канал. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока!